В этом видео мы поставим жирную точку в вопросе радиации на мейншилде третьем. Я расскажу вам, что я делал последние две недели, а также окунулась в происходящее наседление. Здарова дорогие друзья, я кролик Мун, давно не виделись. Не забывайте о подписке на канал, потому что это невероятно важно. А мы переходим к ролику. Чем же занимался последние пару недель? Так вот, когда я весь мейншилд уехал отдыхать в Москву, я пришел к яме и начал замерять ее размеры. Установил размеры ямы, а также исходя из этого подсчитал сколько блоков нужно будет для постройки саркофага. Очень важная ремарочка, для постройки саркофага, который закрывает всю радиационную зону. И у меня вышло что-то в районе 65 тысяч блоков на один слой. Соответственно три слоя примерно в три с половиной раза больше. И когда я все это чудо подсчитал, я понял то, что для меня это какая-то невыполнимая задача. Тем более не хотелось что-нибудь заруинить, а если бы я делал что-то в соло, я бы вероятно сделал как-то не так. Поэтому я решил дождаться ребят и принимать какие-то решения вместе. Но опять же совсем без дела я не сидел. Над радиационной зоной было достаточно много мусора. И я решил опустить стенки, которые ограничивают радиационную зону, до уровня где-то самая радиация начинается. А оказалось что примерно в половину. И с вот этого расстояния уже можно намного легче ее засыпать. Я опустил стенки, а также думал сломать ненужные пути. Но подумал то, что очень много людей могли выйти из игры на этих путях. Потому что буквально весь сервер куда-то уехал, а до этого нашел движ с радиацией. Поэтому решил пока ограничиться только стенками. А также немного еще сам позасыпал яму. Уже с намного меньшего расстояния и цементом, который позже превращал в бетон водой. То есть качественно. Также примерно в это время я заметил то, что нерабочие литры не совсем уж нерабочие. И если спамить фейерверком и открытие молитр, то в целом вполне возможно взлететь, а при должной старовке даже долететь до какого-то места. Чем я и начал успешно пользоваться. Ребята вернулись и когда все прикинули сколько же там все-таки нужных ресурсов. Обси разработал другую модель саркофага, которая закрывает не всю радиационную зону, а конкретно зону взрыва. И честно говоря, когда я это увидел, я удивился, почему я сам до этого никак не дошел. Потому что в целом в радиации можно находиться под яблочками, регенкой, хазматом, в целом все неплохо. Только странно, что мы это не использовали для более точной засыпки и постоянно прибегали к полюсу жирафа. Также я чуть один раз не умер от радиации со всеми своими шмотками и меня спасли только два моих супер золотых яблока. И еще странно, что я об этом не подумал в самом начале, но обнаружил это только сейчас. В ту сторону полетел-то, блядь. Ай-яй-яй-яй, яблоко. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, куда я иду? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Два яблока ночи. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Дорогие друзья, если у вас до сих пор нету лицензии Майнкрафта, то спешу посоветовать вам свой магазин ключей, плащей и не только ключей, плащей Майнкрафта Мундстор. В нашем ассортименте ключи Майнкрафта, плащи, дискорд нитро и другие игры по Майнкрафту. За Мундстор я ручаюсь своей репутацией. У нас уже тысячи довольных покупателей и вы можете стать одним из них. А также прямо сейчас в Телеграм-канале Мундстора проходит конкурс на три ключа. Нужно всего лишь перейти и выполнить простейшие условия. Постоянные конкурсы и классные предложения. Все это в Мундсторе. По ссылочке в описании. У меня пропали все мои домашние питомцы. И рыбка, и аксолотль, и две моих лягухи-чуваки. Да, вот что значит пропасть из жизни сервера на пару недель. А я-то думал, почему у нас весь хап в аду в мобах? Нет, я должен был плавно приземлиться. Это не входило в мои планы. Нет, я думал, что я даже со скученными смогу, но не смог. Вот коровы. У нас там весь спаун в каких-то мобах. О, вот он у меня шмотки. Я покажу, там оказывается мобы. Я знаю, что мне нужно чекать. Там же, если мобы умирают от радиации в обычном мире, тогда пиздец моим рыбкам и черепашкам, ой, лихим, черепашкам. И черепашкам тоже, блядь. Сейчас. И лягушечкам моим, блядь. И аксолотль моим. И аксолотль моим, пиздец, да. Пожалуйста, хоть и нет. Хоть и нет, пожалуйста. У меня такие красивые рыбки были. И вот смотри, здесь животины, весь и весь хап. Так хочется. А только часто понял, подожди. Да. Сколько они мертвые у тебя уже? Я не знаю. Ты это, блядь, ты это вообще... Что это за беспредел? Они у меня были сначала... Ну, рыбка моя! Иксолотль у меня еще был. Ему тоже пиздец. Я не знаю. Все. Вообще максимально неприятно. Неприятно. Тут были чувак и чувиха, две эти лягушки. Тильд. Дикий тильд. Дикий тильд. Еще, между делом, меня позвал Пилигрим. Для того, чтобы я принял участие в его новом ивенте. Полностью, конечно же, не буду рассказывать, что это за ивент. Можете потом посмотреть в ролике у Пилигрима. Моей задачей было построить штуку в виде своей базы, с тематикой своей базы, на его трассе. Мы вместе выбрали кусочек трассы, на котором я могу строить, и я решил обыграть одну очень прикольную концепцию. Так вот, все это время, весь этот больше полугода, что у меня находится мое дерево, на нем не стоит ни одного грома отвода. И тот факт, что это дерево еще не сгорело, это просто невероятное стечение обстоятельств. И я сначала думал их поставить после нескольких месяцев, как я вспомнил о том, что их нету. Но потом понял то, что это будет забавное завершение истории, если оно все-таки сгорит, поэтому не стал. Так вот, от Пилигрима, я решил построить мое дерево, только все-таки сгоревшее. С пожеланием не забывать ставить грома отвода. Как говорил очень уважаемый мной автор, полюбить грозу может тот, у кого есть грома отвод. Вернемся к событиям с радиацией. Ребята вернулись из Москвы, опси выдвинул новый классный план. И мы все, конечно же, погнали собирать на него ресурсы, потому что ресурсов все равно нужно было невероятно много. Захожу как-то в майник, пособирать ресурсы, и вижу, что тут просто тонны ребят, которые занимаются тем же самым. Кролик, кролик, кролик. Ты, получается, знал, что будет радиация, и поэтому сделал себе везде из керамики, шерсти и мха пол? Я тоже сейчас вверх поднимаюсь, и так прикольно смотрится, у меня все нормально, но там одна грязь. Так у тебя тоже грязь там будет в твердерном доме? Ну, не, ну есть определенные, так сказать, проплешинки. В итоге классно поболтали и пообчищали мою базу. Оказывается, на моем безграничном складе просто невероятно много железа, а особенно меди. И, увы, совсем чуть-чуть золота. Так вот, мы выгребли все, что могло нам понадобиться с моего склада, после этого ломали руду, переплавляли руду, крафтили из этого блоки. В общем, все было по красоте. И в какой-то момент я решал пойти и все-таки начать строить этот самый саркофаг. Решил начать постройку первой для того, чтобы в целом принять в ней участие, потому что, думаю, я не успею оглянуться, как все уже будет построено. И оказалось, я был прав. В общем, я понабрался яблочек, регенки и всех прикольчиков, а также золото. И положил начало стройке саркофага. Начал делать я золотой слой посередине. На удивление, блоки уходили невероятно быстро. А также золотые яблоки, благодаря которым я и находился в радиации. Я схавал полтора стака золотых яблок. Но, когда мои яблочки закончились, я на последнем яблоке не успел выбежать из зоны радиации. И все-таки потерял свой хазмат, остатки еды и пару стаков золотых блоков. Попробовал вытащить сам, не получилось. Далее вышел из игры, написал Сагби, чтобы он помог мне их спасти. Но к тому моменту, как Сагби пришел, большая часть шмоток уже пропала. Ну, в целом, ладно. Далее я отвлекся буквально на день. И 28 июля увидел сообщение, которое призывает всех на сбор примерно в 17-18 для достройки саркофага. Я думаю, ну конечно приду, сейчас помогу ребятам, все будет четко. В итоге, непосредственно в 17-00 я был немного занят, освободился в 17-20. Но думаю, раз там стоит сбор с 17-18, то я точно успею и поучаствую в стройке. Захожу на сервер, со всеми оздороваюсь и в этот момент понимаю, что тут уже почти все достроено. На самом деле, коллективная деятельность буквально может творить чудеса. Но я все равно очень хотел как-то помочь. Поэтому, когда Ники принесла руду, я думаю, ну сейчас скопаю руду. Забираюсь на башню из руды, начинаю ее ломать и понимаю, что у меня не ломаются блоки. А также достаточно прикольный для щит экран то, что у меня вот анимация ломания расчетверилась. Сначала я был в небольшом недоумении, думал, что эта фишка, после этого пересошел. Все-таки вскопал этот столб и ребятки констатировали то, что саркофаг готов. Вы еще не достроили, какого хрена? Я думал, все уже. Дырку кто-то сделал. Я уже анимацию включил, алло. Улезай. А что будет, если иерихоном шмальнули по саркофагу? Дорогие друзья, прошло примерно полтора дня с момента закрытия радиации саркофагом. Так вот, показываю изменения на данный момент. Первое. Дождь больше не радиоактивный. И это очень классно. Также, вот расстояние радиации, которого она касалась, когда мы ее только закрывали. А вот, насколько она сдвинулась теперь. То есть, еще совсем немножечко, и мы сможем подойти вплотную горизонту. Также, изменения, которые я заметил, это то, что теперь электры как будто бы меньше схлопываются. И можно намного легче уже ими пользоваться. Потому что, ну типа, я вот видите, прям с первого раза почти поймал баг. И я могу вот, ну не знаю, может быть не далечу прям до своего дома. Но, я могу намного легче ловить вот этот баг и все-таки пользоваться элитрами. Если раньше они схлопывались так, что мне нужно было потратить, не знаю, там минуту для того, чтобы у меня это прокнуло. То тут буквально с самого старта. Еще, по моим субъективным ощущениям, вода стала намажить, по-моему, меньше. Потому что, ну вот смотрите, насколько она не часто дамажит. Плюс я регенерирую эти хпшки буквально, ну мгновенно на насыщении. Причем у меня не прямо, чтобы много насыщения. В прошлом ролике я рассказал вам о полной истории моей злодейской башни. И то, почему она теперь стоит именно на этом месте. Но есть еще одна смешнейшая история. Оказывается, кактусу не очень нравилась эта злодейская башня. И когда я жил в старом месте, он жил непосредственно рядышком и постоянно видел мою злобашню. Ему это не нравилось. И прямо в момент переезда моей злобашни, он решил построить себе дом на насыпном острове. Рядом с моей злобашней. Еще не зная, что она будет там. И так вышло, что он снова с ней соседствует. А также мне на ушко нашептали то, что есть еще круг людей, которые почему-то могут быть против моей башни. Пока я знаю по этому поводу достаточно малой информации. Но думаю, скоро эта история войдет в общий оборот. Ребята, вы все почти на 100% знают, что я абсолютно не стример. По-моему, единственный участник Миншилда, у кого роликов больше, чем стримов за этот сезон. Так вот, я бы все-таки хотел попробовать себя в стриминге. И даже принимал много интересных инициатив, которые я мог бы пореализовывать на стриме. Но для этого мне нужны именно вы. Ссылка на мой твич в описании и на экране. А все новости по этому поводу будут публиковаться в телеграм-канале.